Глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги, разрешите высказать признательность организаторам о возможности принять участие в столь интересной сессии и разрешите представить вам разбор клинического случая пациентки с хиропозитивным заболеванием молочной железы. У данной пациентки опухоль имеет положительную гиперэкспрессию гена Хирдванео. Такие опухоли встречаются чаще всего в 25% случаев и чаще всего у молодых пациентов. Напомню, что данная пациентка была 1984 года рождения. Сейчас была и есть. И второй вариант – это хир-2 положительный, истинный рак молочной железы, когда у нас встречается гиперэкспрессия в гене Хирдванео при наличии отрицательных рецепторов эстрогенов. И что мы можем предложить в плане лечения в данной группе пациентов? Безусловно, это химиотерапия. Если у нас есть положительная экспрессия астероидных рецепторов, это гормонотерапия. Ну и основной вариант лечения – это таргетная терапия. Следует сказать, что данные опухоли до появления таргетной терапии отличались относительно неблагоприятным прогнозом и характеризуются агрессивным течением и относительной химиорезистентностью. Таргетная терапия – препараты целенаправленного действия. Хирдванео относится к тирозинкиназным рецепторам, и препараты действуют на различные части рецептора. Соответственно, препараты тростузумаб и пертузумаб действуют на экстранодальную часть рецептора. Препарат опотениб – низкомолекулярная молекула, она действует на тирозинкиназную часть внутриклеточную. Если говорить про стадирование у данной пациентки, то здесь основной момент – это наличие очаговых изменений в легких. Так нам правильно трактовать эти изменения. С одной стороны, по данным КЭТ-ПЭТ-КТ определяются очаговые изменения. Да, они небольшие, они не накапливают контрастный препарат, но формально это метастазы. Однозначно сказать мы не можем, поскольку очаги очень маленькие, и нам невозможно не провести верификацию этого процесса. С одной стороны, мы можем трактовать это заболевание как заболевание с третьей B стадии, за счет того, что у пациентки есть врастание опухоли в кожу, есть измененный акселярный лимфатический узел, и вопрос по поводу изменений в легких. С другой стороны, если мы все-таки расцениваем этот процесс как метастатический, то пациентка автоматически определяется в группу четвертой стадии, наиболее неблагоприятную группу. Если говорить про возможности лекарственного лечения данных пациентов, то здесь в целом похожи режимы при лечении метастатического рака молочной железы с гиперэкспрессией ХЕР-2 и при неодевантном режиме. Мы используем таргетные препараты, тростузумаб, пертузумаб, как по стандартам НССН, так и по рекомендациям русско. Если мы все-таки ведем пациентку как с местно распространенным процессом, что мы можем предложить этой пациентке? Мы можем предложить и комплексное лечение, которое заключается в неодевантной терапии. Она будет прежде всего направлена на уменьшение опухолевой массы, и в дальнейшем, если у нас будет эффект, мы можем предложить пациентке кратикальное лечение. И далее после хирургического лечения мы проводим иодевантное лечение, которое будет заключать в себе лучевую терапию, химиотаргетную терапию и гормонотерапию, в том случае, если у пациентки положительная гиперэкспрессия стероидных рецепторов. И в этой ситуации мы можем говорить, что у пациентки может наблюдаться из лечения. Другая ситуация. Если говорить изначально о пациентке с четвертой стадии, то мы не будем предлагать и неодевантную терапию. Наша цель будет это постоянное лекарственное лечение для того, чтобы продлить жизнь этой пациентки. И мы выберем вариант первой линии. Это будет либо химиотерапия с использованием таргетной терапии, либо это будет гормонотерапия с использованием таргетной терапии. Далее при проведении определенного количества циклов мы можем перейти на поддерживающую терапию, тоже терапию. И при прогрессировании переходить уже на вторую линию. Итак, последовательно линия за линией до смерти пациентки. И в этом случае мы можем говорить о хронически неизлечимом заболевании. В данном случае пациентку начали лечить по первому варианту. И провели 6 циклов оптимальной и наиболее совершенной химиотерапии с использованием таргетной терапии и токсилкарбоплатин, и тростозумаб, и пертозумаб. И добились очень хороших результатов. После 6 проведенных циклов лечения была полная резорбция опухоли молочной железы и мелких очаговых образований в легких. После этого пациентке была проведена радикальная операция. И по патоморфологическому заключению потрясающий эффект. Фактически полный патоморфологический регресс опухолевых клеток. И далее по программе пациентке был проведен курс одевантной лучевой терапии. Она получала таргетную терапию тростозумабом в течение 12 месяцев. И гормонотерапию с лакзексом с анострозом. Можно было идти по второму варианту. В том случае, если изначально трактовать эту ситуацию как метастатическую. То есть можно было провести первую линию химиотерапии с использованием таргетной терапии. 6-9 циклов в зависимости от эффекта. Далее перейти как вариант на поддерживающую терапию тростозумабом до прогрессирования. И при прогрессировании процесса уже переходить на вторую линию с использованием современных таргетных препаратов. Такие как TDM1, ЛПТ-НИП-Капицитабин или использование тростозумаба с различными цитостатиками. Конечно, следует сказать о преимущественных современных таргетных препаратах. Двойная блокада гена ХЕР-2 позволяет добиться очень хороших результатов. И изначально исследования проводились по диссиминированному раку молочной железы. Исследование Клеопатра показало значительное увеличение времени до прогрессирования пациентов с метастатическим раком молочной железы. При использовании пертузумаба и тростозумаба с химиотерапией по сравнению с использованием монотерапии тростозумаба и доцитоксела. Также было увеличение и по общей выживаемости. Фактически разница общей выживаемости у пациентов с двойной блокадой составляла более 55 месяцев. А при использовании тростозумаба и доцитоксела порядка 40 месяцев. Далее были исследования препаратов по изучению режимов в неодевантном режиме. Было исследование неосферы и другие исследования, которые показали значительную эффективность двойной блокады при использовании у пациентов с местно распространенным раком молочной железы. И буквально перед Новым годом, в декабре, двойная блока была зарегистрирована и в качестве одиуантного режима после радикального лечения. Хотелось бы буквально на одном слове представить вам собственный опыт, похожая клиническая ситуация. Пациентка с 60 лет с опухолью левой молочной железы. Изначально местно распространенный метастатический процесс. Также были выявлены множественные метастазы в легких, небольших размеров до 10 мм. Они были верифицированы посредством компьютерной томографии. Иммуногистохимические. Это был гормононегативный, ХР2-положительный рак молочной железы. Пациентке было проведено 6 циклов химиотерапии в режиме ДОЦ-ТАКСЛ плюс ТРАСТОЗУМАП в рамках клинического исследования. Далее у пациентки был выявлен небольшой правосторонний гидротокс. И пациентка была исключена из исследования. И при консультации пациентка не очень хотела продолжать дальнейшее лечение. Поэтому было рекомендовано динамическое наблюдение, учитывая очень хороший эффект. Был достижен частичный регресс первичной опухоли и полный регресс метастазов в легких. И после окончания лечения пациентка наблюдалась в течение 14 месяцев. Она выполняла компьютерную томографию каждые 3 месяца. И по данным этих исследований не было выявлено увеличение очагов в легких. Однако спустя более чем год было выявлено увеличение первичной опухоли молочной железы. Тогда было принято решение, почему бы эту опухоль не удалить. И тем самым, если у нас есть один опухолевый очаг, почему бы нам не излечить пациентку, выполнив эту процедуру. И действительно, выполнив мастектамию слева, дальше пациентке также было рекомендовано наблюдение. Сейчас она наблюдается и фактически уже после операции в течение года нет признаков погрессирования заболевания. Таким образом, можно сделать следующий вывод, что рационально извешенный подход при использовании клинических рекомендаций по лекарственному лечению злокачественных опухолей может способствовать клиницисту достигать выдающихся результатов лечения, несмотря на стадию заболевания. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.